15 февраля в Беларуси отмечается день памяти воинов-интернационалистов. Ветераны родные погибших собираются вместе, чтобы вспомнить все события боевых товарищей. Митинги состоялись по всей стране. Дорогами Афганистана прошло около 30 тысяч наших соотечественников. 771 не вернулся. Более полутора тысяч получили ранения и увечья. Многие остались инвалидами. В стране на помощь медикам в работе с пациентами COVID-19 пришли студенты медуниверситетов. Всего 2470 молодых людей. В основном это шестикурсники и врачи-интерны. Они оказывают поддержку в стационарах, поликлиниках и скорой. Плюс принимают звонки в регистратуре и выезжают на дом с мобильными бригадами. Белавиа возобновляет выполнение чартерных рейсов в Иорданию и Египет. Улететь из Минска в Акабу можно со 2 апреля. Также начинают полеты из Гомеля на курорты Египта. В Хургаду с 8 марта и в Шар-Мар-Шех с 13. Приобрести билеты и узнать все подробности о путешествии можно у туристических агентов. В деревне Брожа горели два сарая. ЧП произошло накануне, вечером. На номер 112 позвонила местная жительница. Спасатели ликвидировали возгорание. Никто не пострадал. Предполагаемая причина – эксплуатация теплогенерирующего устройства и незаводского изготовления. Красный пищевик принял участие в международной выставке «Продэкспо». Всего было представлено 54 страны, почти 3 тысячи компаний. При этом желейный мармелад, виноградная улитка бобруйского производства стал лауреатом премии в номинации «Лучший продукт 2022» и получил бронзовую медаль.